Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная озвука. Сегодня 21 мая. У нас такая погодка, очень удачная для высадки томатов. Идет дождик такой мягкий, температура 14-15, ночью 7-8. Томаты я уже не закрываю, все стоят открытые. Небо, правда, угрожающе черное, такие плывут тучи, но нам главное, чтобы пошел дождь, а не снег. Я сейчас хочу показать вам вот те томаты на заваренке, которые я высадила, и ту зелень, которую я сеяла до наступления вот таких холодов, когда потом снег здесь засыпал нас. Так, вот эти вот томаты у нас пережили тоже все похолодание, и не замерзли, светут вовсю. Но я хотела особое внимание уделить вот этой зелени, которую я посеяла как раз перед тем, как у нас выпал снег, как были здесь сугробы, как мы делали снежную бабу. И я говорила, что пока будет холодно, пока будет прохладно, семена будут лежать, набухать, а потом они все взойдут и вырастут. Вот вишневая дымка, салат так красиво. И действительно, как только наступило тепло, я давно хотела их показать, они все, вот эти салаты, крест-салаты, шпинаты, вот шпинат такой проклюнулись. Вот та самая пекинка, которая сидела у нас под сугробами два раза, все морозы пережила, и что самое интересное, я думала, что она умрет от морозов, она скорее всего умрет от нашествия насекомых, видите, несмотря на то, что было очень долго холодно, уже ее успели обгрызть какие-то насекомые, какие-то тварюшки. И вот эта вся зелень, которую я посеяла до снегов, до морозов, как я уже и говорила, она очень холодостойкая, она вся прекрасно взошла, вся растет, салатики вот, кучерявые листики. И сейчас вот уже буквально дней через несколько, дня через три, через семь от силы, можно будет уже подщипывать молодой салат в открытом грунте. И вот эти посадки я всегда делаю по краям там и там, за то время, пока у нас томаты вот эти маленькие, они только начали расцветать, так что еще месяц у нас впереди, за этот месяц весь салатик подрастет, его весь я употреблю в пищу. И потом, ну, конечно, я его удаляю, один-два оставляю на семена, и в это время уже здесь будут хозяйничать томаты. Они разрастутся, там уже не видно будет этих салатов. При такой посадке они не мешают друг другу. Я всегда это делаю, потому что у меня очень мало места. Я говорила, что у меня, ну, шесть-семь суток, там уже точно никто не мерил, какую-то территорию заняли бассейном, какую-то там баней, гаражом. И мне приходится выкраивать вот так по закоулочкам, по задворочкам высаживать зелень. Они прекрасно сосуществуют, и все хорошо. И томатам места хватает, и зелень хорошо растет. Все, до свидания. Это был такой ролик-коротышка о том, что зелень действительно холодостойкая. Вот вырос и шпинат, и салат, и там крест-салат, по-моему, у меня. И даже выжила наша пекинка. Продолжение следует...